Доброе утро, дорогие друзья! Все та же недельная глава Ваякель. Вы знаете, вот, казалось бы, для чего сегодня в таком продвинутом мире изучать законы какой-то Мешкана, какой-то там Скини и Завета, рассматривать, сколько балок было в храме. Что такое храм? Человеку свойственно с его снобизмом считать, что вот, мы уже в космос летаем, а там еще кто-то... Знаете, как к Афицхайму пришла внучка, много лет назад это было, и говорит, дедушка, посмотри в окно, самолеты летают, а вы все сидите там со своей Тора, Тора. Он говорит, понимаете, вы преображаете мир, а мы работаем с человеком. Иудаизм как работал с человеком, так и работает, потому что Бог занимается человеком. Все это антураж поменявшийся, лошадь поменявшаяся на самолет и так далее. Это совсем другое. Третий храм, которого мы все ждем, и который должен изменить наш мир, мир несовершенный, мир испорченный, скажем так, человеком, он давно уже присутствует на небе. Он в теории находится наверху, но для этого, чтобы спуститься на землю, его нужно предварительно поместить в наши головы, потому что мы можем воспринять то, что не видим. Если там какому-то в джунглях самолета упал каким-то дикарям самолет, самолет упал телефон, они всем племеням будут 200 лет думать, что это такое, и не дойдут. Надо понимать, что это сказано, что Бог заповедует. «Сделайте мне храм, и я буду находиться в них». Это известнейшие слова, что поясняют мудрецы. Находиться в них – это находиться в каждом. То есть каждый из нас должен создать из себя храм. Каждый из нас должен посмотреть, где у меня там недостатки, что. Творец хочет быть с нами, хочет быть в нас. Но для того, чтобы это стало возможным, мы должны сделать из себя храм. И поэтому каждый день, каждый год изучаем вот это все время устройство храма, пытаясь от мудрецов протянуть маленькую ниточку, чтобы узнать, а что нам делать. Есть, кстати, пароль всего этого строительства. К Рэбе Шнеур-Залману пришел хасид и спросил, говорит, «Рэбе, неприятностей много, заработок пропал, беднеем с каждым днем, что делать?» И ответил ему цадик, перед тем, как благословлять, во время молитвы Коэна произносит такие слова, «повелевший благословлять с любовью». Выходит, что ключом ко всему является, что любовь к другим людям. Не завидуйте другим, не сплетничайте, не придумывайте всякие небылицы. И вообще надо понять, что когда любовь есть, все приложится. Человек во многом, кстати, проявлениях своих существ иррационально, особенно насчет вот этого чувства любви, нет никакой логики. Закон причин и следствия здесь не работает, потому что состояние любви является сложным, многогранным, иррациональным, его нельзя разобрать по кирпичикам, но тем не менее мы должны знать, что это главное. Еще одна вещь, которую я хочу сказать, что может быть печальнее распада семьи. Разводы – это бич современного общества. Число разводов растет во всем мире, везде, во всех городах. В некоторых местах люди уже чаще разводятся, чем остаются в браке. Все больше браков не только распадаются, но люди даже, вступая в союз, заранее так строят отрицательные планы. Тора признает, что не все браки успешны. В первую очередь потому, что она признает, что человек несовершенен и может не доработать себя до конца. И, соответственно, не сойтись с другим человеком. Поэтому она дала нам Тора что? Заповедь Герушин. Это на этот печальный случай развода. Концепция «только смерть разлучит нас» – она не еврейского происхождения. Однако, даже будучи заповедью, развод – это не повод для радости и ничего хорошего нет. Сказано больше того, в Талмуде сказано, что когда супруги разводятся, жертвенник плачет. Жертвенник Всевышнего. А почему жертвенник? Тора ведь не поэзией занимается. Почему плачет жертвенник? Почему не плачет филин мужа? Или подсвечники жены? Главный источник семейной дисгармонии заключен, скорее всего, в непонимании цели брака. Доминирующая идея союза мужчины и женщины, которая рассказывается нам с детства во всех сказках, заключена в красивых притчах, когда принцесса находит принца, она очарована его красотой, умой, богатством. В общем, совершенно и полностью. Ее избранник уникальный. Уникальный. Он никогда не позволит себе съесть серединку арбуза или не подарить там утром во вторник цветы. Принц тоже счастлив и по уши влюблен в свою прекрасную невесту. У нее нет недостатков. Действительно, только смерть разлучит нас такая. Но на самом деле цель брака вовсе не поиск партнера, отвечающего вашим запросам. Это поиск близкого человека, чьи запросы надо удовлетворять. Ты сам захочешь удовлетворять. То есть, близкий по духу человек, физически не неприятный, и дальше мы занимаемся удовлетворением его нужд. Короче, брак это средство, позволяющее что давать, а не брать. Вступая в брак, человек должен утвердиться в мысли, что он не центр мироздания. В книге Брешит, что нам сказано. Нехорошо человеку быть одному. Когда ты живешь один, ты можешь дать только одному, себе любимому. Весь мир вращается вокруг тебя. А жертвенник, о котором мы говорим в этой недельной главе, это место, где человек дает жертву Богу. Человек приносит лучшее, что у него есть, и дает Всевышнему. Само слово карбан неправильно переводится как жертва. На самом деле оно образовано от корня, означающего близость, приближение. Когда ты даешь кому-то, ты сближаешься с ним. А когда берешь, отдаляешься. В Торе сказано, что любому жертве надо приносить соль. Соль это образец жертвенности. Готовность давать. У нее только одна функция, давать блюду вкус, ничего другого. Сама по себе ничего собой не представляет. Когда человек считает себя солью, ведет себя как соль, он считает своей главной жизненной обязанностью давать.